Впервые конкурс «Рыцарь года» был проведен в далеком 1996 году и оказался он настолько удачным, что с тех пор проходит каждую весну. Это мероприятие неизменно собирает аншлаги, готовится к нему целыми школами. Если вот брать всю эту историю, начиная с 1996 года и переваливая в 21 век, вы не поверите, более 4000 вообще принимало участие во всех этих мероприятиях ребят, более 100 призеров, непосредственно победителей в этом. Это, конечно, оно значимо. За корону победителей боролись пять юношей. Десятиклассник Александр Родителев из школы номер один, одиннадцатиклассник Александр Птицын, воспитанник художественно-технического лицея, Вагем Мокртычан из 10 класса 5 школы, десятиклассник Алексей Науменко из 7 школы и Иван Матвеев из Виндовской гимназии, также ученик 10 класса. По словам самих конкурсантов, каждый из них достоин победы в равной степени. Определенный некий престиж, то есть у тебя есть такой титул, но я не думаю, что это делает тебя лучше других, честно говоря. Это именно сама победа. Все люди, которые дошли до финала, они проделали один огромный путь. И кто победит, это уже, наверное, госпожа удача. К сегодняшнему дню конкурсанты шли несколько месяцев. Отборочные туры, ежедневные репетиции, часто меняющиеся сценарии, снова репетиции. И так два месяца подряд. Так что к финалу конкурса ребята пришли закаленными во всех отношениях. Мы проходили сначала в школе к седьмой, а потом уже нас сюда отправили. Сначала было очень страшно, а сейчас как-то не очень. Конкурсная программа включала в себя как творческие номера на выбранные самими ребятами темы, так и нормативы армейской дисциплины. Как иначе, ведь рыцарь – это прежде всего воин. Военно-патриотическая тема проходила красной нитью и через творческие конкурсы ребят. В них современные рыцари примеряли на себя доспехи героев прошлых лет, одиозного героя гражданской войны Чапаева, лирика Великой Отечественной Твардовского, дирижера ансамбля имени Александрова. Когда конкурсанты настолько готовы, когда отточен каждый шаг на сцене, выверен каждый жест, а мотивация зашкаливает, судьям приходится делать свой выбор, опираясь на какое-то неуловимое, почти сакральное чутье. Я должна почувствовать, что это будет защитник Родины, что он умен, что он красив, и он готов защитить свою Родину. Это самое главное. В итоге среди пяти лучших чуть убедительнее остальных, с точки зрения судей, оказался ученик седьмой школы Сергей Науменко. Наряду с самими рыцарями поздравления принимали и члены их команд. Ведь финальная программа – это результат совместного творчества коллективов всех пяти школ. Каждый раз, когда проводят такие конкурсы, чувствуется именно командный дух, то есть школа, и каждая школа у них свякает. Сколько готовились? Почти два месяца. Упорно, каждый день, и на выступлениях, и на концертах. Ну, ты мне скажи, ты сроку все это делал? Конечно. Конечно. Только с удовольствием можно оставаться после уроков на лишние два часа. Выходит, историки оказались не совсем правы. Рыцарство не сошло с исторической арены после изобретения пороха и утраты феодальным строем своих главенствующих позиций. Рыцари по-прежнему живут среди нас. И они, как и раньше, люди без страха и упрека. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Илья Кремнев, Владимир Бижонов.